Формула успеха Сергей Леднев Здравствуйте, Сергей Здравствуйте Можем ли мы говорить об успехе для христиан? Ведь обычно успех ассоциируется с мирскими людьми, с неверующими, которые добились богатства, которые добились славы Стоит ли христианам задумываться вообще в принципе об успехе? Может быть стоит думать о своем спасении, о грехах, о проповеди Евангелия? Успех может быть во всем, и в проповеди Евангелия, и в спасении, и в личной жизни И апостол Павел, он своему ученику говорил, что чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает твоя душа То есть успех это для христиан, это нормально Сергей, а кем вы хотели стать в детстве, о чем вы мечтали? Сейчас вы занимаетесь творчеством В далеком детстве мне нравилось наблюдать за водителями, которые ведут автобус Я вставал рядом с окошком и смотрел, как водитель крутит руль, там у него там лампочки мигают И я хотел научиться ездить на машине А немножко позже я начал заниматься музыкой И это вылилось в мою основную профессию после того, когда Я будучи уже музыкантом, молодым человеком, с небольшим опытом Я когда покаялся, уверовал в Иисуса Христа, стал ходить в церковь И первые два месяца ходил, и в одно из собраний я услышал призыв, который был со сцены И пастор церкви, он остановил проповедь и сказал, что здесь в зале есть молодой человек Ты музыкант, и ты думаешь, нужны Богу твои таланты или нет? Я говорю, да, нужны, Бог тебя призывает И для меня это было шоком, потому что я никому об этом не рассказывал Хотя я приходил в церковь, я видел, что группа прославления слабенькая Что я мог бы здесь помочь, я действительно хотел этого И Бог видел сердце, и было такое призвание И я стал служить с 92-го года в церковной группе прославления И вот этот интерес, так сказать, к рулю, он как бы стал просто источником заработка И до определенного времени Основное мое время было потрачено на развитие своих музыкальных способностей И использование их для служения Богу Многие молодые люди, они мечтают о том, чтобы у них была творческая профессия Многие хотят петь на сцене Как понять, что ты способен к этому? Один человек, я общался, он имеет отношение к кино Он сказал, делай то, что тебе нравится И в принципе, да, если Бог вложил в тебя какие-то способности У тебя есть с детства интересы, это задача родителей, на самом деле Вовремя заметить в ребенке и раскрыть потенциалы, которые вложены Богом То есть это может быть, ну если говорить о музыке, например Что если у ребенка хороший слух, интересуется инструментами Если это со временем не угасает, то, конечно, это надо развивать Допустим, чтобы стать хорошим музыкантом Нужно потратить достаточно много времени Музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория В совокупности это около 20 лет занимает, чтобы человек научился Быть настоящим музыкантом, образованным И для него тогда открываются, так сказать, перспективы То есть работа в каких-то профессиональных коллективах Если речь идет об оркестрах или в той области В то же самое время можно стать хорошим музыкантом и без образования Но имея природный, так сказать, талант И когда человек не ленится, его развивает Тоже можно достичь очень многого А что важнее, какой-то талант, дарование или упорство и труд? Все вместе взято Потому что есть люди, которые талантливы, они лентяи То есть они ничего не делают своим талантом У них есть, да, но талант надо развивать То есть не будешь развивать, он такой и останется маленький И, допустим, таланты можно умножать Потому что, например, в моем случае То есть я начинал, основной мой инструмент это гитара Потом мне стало интересно барабаны Научился на барабанах Потом пианино, потом бас Потом это уже ушло в звукозапись, в создание песен То есть и я когда вспоминаю притчу Когда про таланты Что когда хозяин уходил, он дал одному Один талант, другому два, пять И когда он вернулся, люди, они все умножили таланты А которые закопали в землю, вот это вот и страшно на самом деле Потому что я лично в своей жизни это к себе тоже применяю Допустим, если я могу быть полезен Богу, например, вот Не только там, вот я гитарист и все Но если нужно там подыграть, например, на басу или еще что-то сделать Это не проблема То есть это можно сделать и как бы развить и дальше двигаться То есть если это речь идет просто о наших человеческих талантах А если человек зарывает талант ради стабильности Какой-то стабильности Ему предлагают стабильную работу Он думает, зачем я буду заниматься творчеством, музыкой Когда у меня будет стабильная жизнь А тут как-то все непонятно Будет заработок, не будет Ну это выбор человека Это вопрос его веры Вопрос его личного призвания Допустим, есть люди, которые Ну не знаю, я просто Те ребята, которые вместе со мной Я просто знаю много музыкантов христианских И они все своей душой Они просто отказались от каких-то вот в этом мире что-то искать Они просто для Бога Один гитарист, он постоянно Много лет в группе прославления Он в водное крещение То есть ездил куда-то на выезды, на молитвы Постоянно с гитарой Постоянно он уверен в этом Вот другие ребята, допустим, служили своими талантами Ну как бы везде То есть максимально, насколько можно было их использовать И они никогда не думали, что там куда-то пойти Или что-то Ну то есть, ну я не знаю То есть это ценности наши, личные То есть ради чего мы живем Ради чего мы играем и поем Ради чего мы тратим свою жизнь И для чего То есть это касается наших личных отношений с Богом У вашей жизни был же такой случай Когда перед вами встал выбор Выбрать оплачиваемую работу или служение Я когда служил уже в церковной группе прославления И одновременно приходилось работать за рулем И я стал понимать, что я не смогу хорошо делать Ну свое служение Потому что мне нужно очень много времени Ну как бы проводить за работой И я это понимал Однажды мне просто предложили Что хочешь работать в церкви И получать за это там небольшую зарплату И быть на полном служении И я с радостью согласился Потому что не то, чтобы это была моя мечта Ну то есть это то, чем я должен вообще по жизни заниматься От самого моего, так сказать, времени Когда меня Господь призвал Когда я уверовал в Бога И я сказал, что да А пастор церкви сказал, что ты подумай Так не торопись с ответом Потому что зарплата маленькая И что интересно В этот же вечер мне звонит приятель один Который успешный бизнесмен В сфере шоу-бизнеса И предлагает работу в компании Которая занимается организацией И проведением концертов И предлагает должность Которая оплачивается в 10 раз больше Чем мне предложили там И мне стало смешно Потому что вот Когда в твоей жизни наступает момент Ты должен повернуть в правильном направлении И вот этот момент настал То есть и как бы здесь деньги А здесь то, к чему Бог призвал Вот, но я, честно говоря, долго не думал Конечно же, в церковь То есть, ну это просто Как это говорится Ну, мое кредо, что ли То есть это Ну как бы то, чем я должен заниматься А вы чувствовали, что вы принесли Такую определенную жертву Что вы служите в церкви И во многом себя урезаете Может быть даже невозможно Купить нормальное количество продуктов Невозможно что-то оплатить Никогда такого не было И никогда не чувствовал Что это какую-то жертву принес Просто это то, чем я должен заниматься И апостол Павел говорит, что Горе мне, если я не проповедую То есть если я не служу Если Бог меня призвал Если Бог сам, сам Бог захотел И он обо всем и заботится То есть не было проблем Слава Богу Как вы решили организовать Продюсерский центр? Это же новое дело В вашей жизни Когда ты там уже 20 с лишним лет Находишься в служении Ты в группе прославления И ты ходишь И тебе там год за годом Одно и то же Прославление, собрание Пробовать, молитва То есть это все здорово То есть ты ходишь, ты слушаешь Ты всем сердцем продолжаешь И параллельно я стал задумываться Что, а все ли в моей жизни нормально Почему так это стало все Не то чтобы однообразно Но как-то вот даже слов не подобрать Я пошел молиться И во время молитвы я сказал Что, господи, посмотри на мое сердце Все ли нормально с моим сердцем Потому что я начинаю думать Что что-то со мной неправильно Может мне реанимация нужна духовная И тут внутрь приходит От Духа Святого Такой призыв, побуждение Что стань опорой и поддержкой Для христианских певцов и музыкантов И причем на меня как будто в этот момент Как будто положили невидимый Какой-то плащ, что ли Или я не знаю Ну что-то такое я почувствовал И от меня ждали ответа То есть да или нет Я стал думать так Христианские певцы, музыканты Думаю, это не совсем легкий случай Вот А с другой стороны, если это Бог хочет То надо соглашаться То есть уже Как практика лично показывает И я сказал, что, господи, да Если ты хочешь, я пойду Я буду делать то, что ты хочешь И тогда Дух Святой предупредил Что если ты выбираешь этот путь Тогда у тебя на пути появятся трудности То есть он не сказал, какие именно Но что это будут проблемы И мне придется через них проходить Ну одному Если мы раньше с друзьями там проходили Там что-то Здесь придется Я буквально подумал Несколько секунд Сказал, господи, хорошо Хорошо Вот И началось потом Как бы Тряска в моей жизни Не то чтобы тряска То есть начались Радикальные перемены То есть это переменило мою жизнь Меня Было испытание на прочность Вообще я христианин или нет Вообще я умею молиться Или не умею молиться И вообще во что ты веришь Спасен ли ты И все ли с тобой нормально То есть это все Прошло испытание Хотя за год до этого В мою жизнь было пророчество Во время Меня пригласили служить Поделиться словом На христианской конференции По прославлению И когда я делился словом Одному брату было пророчество Он ко мне подошел и сказал Что Сергей пока ты говорил слово У меня есть пророчество для тебя Бог мне просто дал Я ему сказал, что ну скажи Он говорит, я не могу Там было много Я тебе запишу все И тебе пришлю потом на почту И когда он прислал Я удивился Потому что то, что он написал Он это не мог знать Потому что мы с ним Очень близко не знакомы Это мог знать только я и Бог И там один из пунктов был Что Бог Оживит мечту Которую он давно вложил в тебя И я начал вспоминать Думаю, а что же это за мечта Уже столько лет прошло Двадцать с лишним лет прошло И вдруг я вспомнил Я же когда Только Господу пришел Это 92-93 год Я ездил на репетиции На собрание в церкви в электричке Я наблюдал за людьми И я видел, как много молодежи Она сидит Сейчас все сидят В наушниках Там, эти Блютут Вот эти Вот А тогда были плееры Кассеты Там крутились пленкой У них тоже наушники И я тогда думаю Вот бы залез бы к ним в голову Через эти наушники И спеть им песни Об Иисусе Христе Которые заставят их задуматься То есть Евангелие через песню То есть свидетельство через песню Вот И это была у меня мечта Но она со временем Как бы она почему-то Вот так куда-то ушла Потому что Были другие дела И я по этому профилю Ничего не делал Не продвигался Я просто служил в группе прославления На бас-гитаре И вдруг я вспомнил Что действительно Бог вот эту мечту вложил И в пророчество Этот человек говорил Что Господь говорил Что он оживит в тебе эту мечту Это как раз было созвучно тому К чему Господь призвал Чтобы стать опорой и поддержкой И я понял Что нужно что-то с этим делать И организовал Продюжерский центр Придя куда Христианские музыканты Певцы Они могли Сделать хорошие аранжировки Получить качественную звукозапись Они могли Выпустить свои песни Как говорится С коммерческим звучанием Чтобы было не стыдно Если где-то на радиостанции Поставят этот трек И он не будет ничем уступать Всем остальным трекам И Господь Вот именно туда повел И меня Что прям до слез То, что Бог Который создал Весь этот мир Который призывает людей Которые спасают Ему есть дело до этого Потому что Это должно быть И потому что песня Сама по себе Она может сделать Очень много В жизни человека И христианская песня Или песня Написана Людьми верующими Это может Как и Господа Прославлять Это песня Прославления Поклонения Когда То, что мы в церкви поем Потом есть песня Как апостол Павел Говорит Что назидайте И выразумляйте Друг друга псалмами Словословиями И песнопениями Духовными Словословия Это когда мы Прославляем Господа А псалмы Это пение В современном периоде Гимны То есть там еще есть гимны То есть мы можем петь И духовные песни Духовные песни Это которые Приходят от духа Потому что Есть песни На которые тебя Вдохновляет Дух святой И есть песни Пророческого плана Пророчество Это не то Что там Я тебе спою Что через три года Ты умрешь Если не покаю То есть это не то А пророчество Это когда Мы говорим друг другу В назидание В увещании В утешении И в песнях Это очень сильно работает Потому что Многие авторы Христиане Они пройдя свой Какой-то путь Здесь на земле И они поют Об этом И другие Которые Еще этот путь Не прошли Они могут Получать назидание Ободрение Утешение И очень много Пророческих песен Христианских Они очень сильно Помогают жить Людям В том числе И неверующим Которые Слышат песни Они для себя Становят им понятно Что есть Бог Потому что Эти люди Они из ума Не выжили Они трезвые Люди Нормальные Они поют песни Об этом серьезно Это очень сильное Свидетельство И помощь Для любого Человека А какой должна быть Христианская песня Чтобы она составила Конкуренцию Тому Что сейчас люди Слушают в своих наушниках Она должна быть Настоящей Нерелигиозной Ни в коем разе Чтобы человек Действительно Пел то Чем он живет И имел ввиду То что он имеет ввиду И так же Эта песня Она должна Звучать красиво Иметь Хорошую аранжировку Приятные звуки Иметь определенный уровень Хитовости Который легко запоминается Бывает что песня прицепится Мелодия понравилась И в совокупности Профессиональное исполнение То есть это надо Все вместе сочетать И Это залог успеха Создание песни Это Как дуновение ветра От бога пришло И создалась песня Или это Какой-то кропотливый Тяжелый труд Когда люди Ночами не спят Переписывают Переделывают Ну как показывает практика Это Не так Сложно Написать песню И вот ребята Которые приходят Они пишут Это легко У них происходит Они чем живут Тем и пишут Вот Наташа Шакунова Она берет Садится за рояль Раз и псалом Вот у нас Был сейчас карантин У нее каждый день Почти песня на карантине Она просто садится Начинает Господа Прославлять Из нее просто течет Вот Кто-то реже пишет Там допустим Несколько песен в год То есть кто-то может Одну песню Или две За всю жизнь Как я Вот у меня есть две песни Которые сам написал Всего лишь две Но это имеется ввиду слова Вот Так что Нет проблем Написать песню Мы с Наташей Мы вместе Прослужили В группе прославления 15 или 17 лет И Я даже не знал Что когда-то Она будет писать песни Вот это было удивительно А потом В ней как просто Открылся источник И Причем источник Настолько Забавный И настолько полезный Что просто эта хвала Через нее течет И течет И течет И я Когда слушаю ее песни То есть я Как бы мы с ней вместе Это все Работали Записывали И несмотря на то Что я сам Как бы над каждой песней Работал Я часто Даже до сих пор Прослушаю Получаю для себя Назидание И как бы Духовную пищу Не молоко Но это как бы Твердая пища Это просто удивительно В нашем случае Я говорю что Ребята Люди все простые И Когда они боятся Прославиться То Как бы Им бояться не надо Потому что Они и так уже Ну Они не согрешат Потому что Они Бога Прославляют в своей жизни И ему отдают Первое место И поэтому Они как бы боятся Прославиться Вот Так что Искушения будут Но их бояться не надо Нужно иметь Твердую позицию Как сына Божьего Как дочери Божьей И тогда все будет хорошо А если кто-то боится Распространять свои произведения Считает Что это вот такое Вот Тщеславие Когда я распространяю Свои песни Свои видеоклипы Ну тогда Этого человека Хочется спросить А ради чего ты это делаешь То есть У меня есть там Тоже ребята Которые написали Песню И выложили у себя Вконтакте И там у них 100 друзей И всего лишь 100 человек Послушали эту песню Я говорю А почему Ну ради чего Ну если Богу надо Он распространит Вот И Как сказать Бог нам дал Допустим Социальные сети Бог нам дал Допустим Интернет ресурсы То есть Мы можем этим пользоваться И в этом ничего плохого Нет Вот Поэтому Не надо бояться То есть Нужно просто Идти и делать Если ты Бог призвал Если ты делаешь песни Для того Чтобы эти песни Прославляли Бога Для того Чтобы эти песни Слышали другие люди Значит Нужно эти песни Распространять Максимально Насколько Ты только можешь Если ты сам Не можешь Обратись к тем Кто знает Как это делать Вы рассказывали Перед программой О своих друзьях Которые вышли Просто на улицу города И стали Петь песни Прославления Чудесно Это есть у нас Группа Сафония Это супруги Сергей И Светлана Поливода И еще Есть Другие музыканты Которые к ним Подключаются Они выходят У метро И они ставят Колонку Микрофон И под гитару Поют песни Прославления И что удивительно Что песни Которые Можно сказать Это не евангелизационные песни Это просто песни Которые Прославляются Имя Божие И люди Очень Живо На это реагируют Причем Люди с Кавказа Люди Так сказать Ну вот Кавказских националистов Русские люди К ним подходят Начинают с ними беседовать Я просто вижу Как Если люди Начинают идти И исполнять поручения Иисуса Христа Что идите по всему миру И проповедуйте То тогда Дух Святой Начинает там работать И что церковь Это на самом деле Ее задача Чем она должна заниматься Потому что хорошо Когда мы все верующие Когда мы приходим в церковь По воскресеньям Мы слушаем слово То есть Мы должны В своей жизни Нести свет Этому миру Мы должны Рассказывать Другим людям Об Исусе Христе И как раз С помощью песен Вот у метро У группы Сафония Очень хорошо Это получается Как создать хит Действительно Такую песню Которая будет Десятилетие Затрагивать Человеческие души И помогать В каких-то Трудных жизненных Ситуациях Вот об этом Тоже хотят написать Наверное Книги есть Как создать хит На этот вопрос Нет ответа Точного Нет такого секретика Тут просто Много должно Сойтись в одной песне Тематика песни Вдохновение Которое переживал автор Во время написания Потом остальная работа Аранжировка Запись Все вместе Когда все сойдется В одном То есть Это и будет хит То есть хит На самом деле В моем понимании Что это Это просто Хорошая песня С легко запоминающимся Припевом Либо же вступлением То есть Которая сразу узнается Которая легко запоминается Которая не надоедает Долгое время Не надоедает Не приедается Что вы можете посоветовать Молодым людям Которые Только начинают Свой путь В творчестве Не боятся А если люди Сомневаются В своем таланте Кому нужен мой талант Зачем это все нужно Ну Сомневающийся Не получит ничего То есть Это Надо быть смелым То есть Не самонадеянным Да То есть Но нужно Пробовать И Библия На сущу Что всего испытывайте Хорошего держитесь Если ты чувствуешь Побуждение У тебя есть желание Там что-то сделать Ну пойди и сделай То есть И посмотри Хорошо это или нет Да И Вот Например Библия Там в современном переводе Вернее В синодальном переводе Написано Не мечтайте о себе И я раньше боялся Думал Помечтать о себе На самом деле Я понял Что имеется ввиду Ну как бы Не воображайте о себе Что вы там Какие-то там Такие прям Суперспособные Там Вот вы такие особенные Вот Но на самом деле Это имеется ввиду Не превозноситесь И То есть Не впадайте в обольщение Думая себя Больше чем ты есть На самом деле Вот Но мечтать Это нормально То есть Потому что Как и Бог сказал В моем случае Что Ту мечту Которую я вложил В тебя давно Я сейчас ее оживлю То есть И тебе нужно будет Этим заниматься А мечтой было Просто желание Делать песни Через которые Люди услышат Евангелие Об Иисусе Христе То есть Вот Молодым людям Просто нужно Не стесняться И пробовать И Второй такой аспект Допустим Я будучи молодым человеком Когда я пришел В церковь У меня был уже опыт Как бы в этом мире То есть Я знал как играть Я знал как Привлечь внимание Там людей Там игрой на инструменте Как играть красиво Чтобы это привлекло Да Внимание И когда ты приходишь В церковь И ты Поначалу Такие вот Люди Как я Да Мы с прошлым Они пытаются Вот эти все Мирские Вот эти вещи Они в церковь тянуть И здесь Бог начинает Вот со мной Очень сильно Бог поработал Не только со мной А всеми ребятами Кто вместе со мной Пришел И нас просто там Обрезали То есть Нам это не нравилось Это было неприятно То есть Нам говорили Что твой талант Это ничто Что это Бог не нуждается В служении рук человеческих Я думаю А как же меня Бог призвал Вот Именно как раз Таланты там были Тоже озвучены Вот А мне там сказали Нет Бог не нуждается И просто Нужно Чтобы все новое пришло Потому что Мы когда рождаемся Свыше В нас Рождается Наш духовный человек Он возрождается И Дух Святой Начинает Быть нашим учителем Он нас наставляет Потом мы ходим в церковь Слушаем проповеди И мы видим Другие стандарты Не те Которые в этом мире были И нам нужно Свою жизнь менять И естественно То что касается Музыки Это очень сильно здесь Потому что Мы прославляем Бога И мирские принципы Они ни в коем разе Не подойдут Ну Я имею ввиду В плане песен И ориентира В этих песнях Потому что Мы воздаем Славу Богу Прославляем Поем его Превозносим его В песни И делаем имя Его известным Через песни Вот И молодым людям Конечно Если ты верующий Если молодой человек Хочет стать Христианским Музыкантом То есть нужно Познать Христа И открыть свое сердце Для него И расти духовно Параллельно Развиваясь И как бы Талант развивая свой Ни одно не должно Уничижаться И ни другое Превозноситься То есть все должно быть В гармонии В полной Сергей Большое спасибо За то что вы нашли время И посетили нашу студию Большое спасибо Что вы рассказали О том Как своим творчеством Служить Богу На здоровье Большое Большое спасибо Всем зрителям Кто смотрел Нашу программу Не переключайтесь Продолжайте смотреть Наш телеканал И обязательно Звоните В наш колл-центр Наши операторы Рады принять Ваши звонки Ответить на ваши вопросы Записать молитвенные просьбы И конечно же Выслушать Ваши свидетельства О том Как Бог творит чудеса в жизни